Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта Анапа, в непосредственной близости от моря, в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир, благоустроенная дворовая территория, уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2, телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. Анапа, торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. На общегородском планерном свещании обсудили то, чем живет сегодня город. Сразу три операции провели инспекторы Анапской роты ДПС по профилактике нарушений на дорогах. На новогодней ярмарке в Анапе можно найти все, даже настроение. А сейчас обо всем подробнее. Создать реестр всех земельных участков, предназначенных для строительства детских садов и школ, и определить сроки подготовки проектной документации. Такое поручение дал глава Анапы на общегородском планерном свещании. Участники планерки обсудили и другие актуальные для жизни города вопросы. В полицейских сводках громкое преступление. Анапчанин, студент сельскохозяйственного техникума, обвиняется в убийстве матери. Причины предстоит выяснить. Можно ли было предотвратить преступление? Главный вопрос сегодня. Естественно, что случай произошел не просто так и не сразу. И на сегодня те документы, которые я рассматриваю, они, конечно, предполагают не к тому, что нужно было обратить внимание, уже для ребенка не первого, а теперь, а раньше. Там проблемы с родителями, отношения с отцом, который уже не справлялся. Продпроводим или нет? Да, проводим, конечно. Тогда будет? В четверг. Проектирование новых детских садов на этой теме акцентировал внимание подчиненных Сергей Сергеев. Должен быть создан реестр земельных участков, предназначенных для строительства учреждений дошкольного образования. И по каждому составлена подробная картина. В какие сроки будет готова проектная документация и начнется стройка. Детские сады, все, что запланированы в Анапе, будут строить этот вопрос на личном контроле главы города. Еще одна тема, не теряющая актуальность и подготовка к Новому году. Анапа, город Курортный, на праздник нам съедутся многочисленные гости. Сегодня надо приложить максимум усилий для того, чтобы у людей остались только приятные воспоминания от новогодних каникул в Анапе. Глав сельских округов, руководители городских служб, предприниматели еще раз призвали подключиться к этой работе. Мониторинг использования земельных участков, борьба с торговлей с суррогатным алкоголем и распространение психоактивных веществ. Заместитель главы города Людмила Терещенко обозначила основные акценты в работе курируемых служб. Еще раз затронула новогоднюю тему в докладе контрольного вопроса планерного совещания. Праздничных мероприятий запланировано много, пройдут в городе, и благотворительные акции уже начала работать новогодняя ярмарка на улице Горького, в районе театральной площади. Здесь предприятия, я сегодня ночью разошелся, и вот на их предприятии сегодня взяли такой зеленый дюрованик, просто типа весил вдоль крови, да, и все. Ну напишите снова в городе, да. Краснодар Теплосети, предприятия «Атлант Кубань», «Фройда» и «Капитал Стройгрупп» вошли в черный список, составленный заместителем главы. Владимир Забураев настоятельно рекомендовал руководству и специалистам этих предприятий исправить ошибки. После проведенных ими работ улицы и дороги города-курорта сплошь в ямах. Обещания исправить все весной в администрации не принимают. В соответствии с согласованными гарантиями и условиями, места разрытия должны привести в порядок в ближайшее время, тем более погода позволяет. Запланирована масштабная работа с виноградниками. Александр Колесников поручил составить реестр списанных виноградников для последующего использования земельных участков по назначению под сельхозработы. Необходимо обратить внимание на такие сельские кубы, как Витязевский, Приморский, Грекодзоревский и Гостогаевский сельские отруга. Срок две недели давать до конца этого года, чтобы у нас уже был этот список, по которому мы начнем уже вместе с главами отрабатывать. Поросковчерпы, с виноградниками. На контроле заместителя главы ярмарки привозы в премьер привели ярмарку в станице Благовещенской и по-прежнему актуальная работа по развитию агротуризма. В Анапе запланировано три новых объекта. И в продолжение темы соблюдения правил. Инспекторы Анапской роты ДПС проверили участников дорожного движения сразу по трем направлениям. Единовременно прошли три операции – пьяный водитель, ребенок и тонировка. Алкоголь и автомобиль несовместимы, ведь расплачиваться за употребленные горячительные граммы порой приходится самым дорогим – жизнью. Все это понимают, но не все соблюдают. Инспекторы Анапской роты ДПС провели рейд. Выявляли водители, управляющих транспортными средствами, в состоянии опьянения. Поводом таких рейдов стала неутешительная статистика. По вине пьяных водителей в этом году произошло пять аварий. Два человека погибли, трое получили травмы. Всего с начала этого года 557 водителей позволили себе сесть за руль нетрезвыми. Мероприятия будут проводиться еженедельно. Водители ведут себя спокойно и с пониманием относятся к таким проверкам. Употребляете я у него больше? Нет, не употребляю. И другим не советую, потому что сейчас нынче очень много всяких дорожных происшествий связано с этим. И я категорически против, чтобы другие кто-то употреблял. Алкоголь даже в малых дозах вызывает ощущение потери реальности. Водитель не в состоянии правильно оценить ситуацию на дороге и свои возможности. Во время таких рейдов сотрудники роты ДПС не выбирают, какой автомобиль остановить. Каждый водитель проходит проверку. Без этих мероприятий, без этих операций, когда водитель не будет чувствовать свое наказание, не будет чувствовать свою вину, и будет продолжаться в дальнейшем так оно, как и есть. Будут не бояться санкций, наложенные штрафы КОПРФ по административному законодательству. Машины останавливаем за нарушение ПДД. Коль это имеется визуально, наглядно. Если водитель нарушает, значит мы его останавливаем. С целью снижения аварийности и случаев ДТП провели и другие оперативно-профилактические мероприятия. Тонировка и ребенок-главный пассажир. На этой неделе проводится специальная операция «Анаконда» в целях предупреждения и пресечения незаконных перевозок наркотических средств, психотропных веществ, огнестрельного оружия и взрывчатых устройств. Своевременное снижение скорости, отказ от поездки в пьяном виде, использование ремня безопасности. Все эти правила сохранят вашу жизнь и жизнь других участников дорожного движения. «Анака» готовится к Новому году. На улице Горького сегодня развернулась рождественская ярмарка. О том, что можно купить и какие представлены здесь шедевры, расскажем прямо сейчас. У главной городской елки для анапчан и гостей города сюрприз. Шоколад ручной работы, конфеты, новогодние подарки, миндальные пряники, свежейшие пирожные, румяные пироги и, конечно, главный атрибут новогодних праздников – мандарины. Новогодняя ярмарка начала свою работу на улице Горького. Наши кондитера старались для новогодней ярмарки и напекли очень вкусных пирожков. Пирожные, пирожки, все очень вкусно, все довольны, все свежее, горячее. Мы предлагаем им чай снесем, они могут присесть попить чай. Городские мастера выставили на продажу свои поделки. Сергей Беляев не может ходить, но умеет творить удивительные вещи своими руками. Покупателям нравятся его изделия. Я беру консервную банку обыкновенную, разрезаю ее равномерно, одинаково, на нужное количество лепестков. И затем по своей фантазии и по количеству лепестков задумываю, какое именно изделие, рисунок я буду делать. Либо это будет стульчик, либо это будет банкетка, либо это будут настенные игольницы, либо это будет зеркальце, подстаканник. Ну, в общем, как фантазия подскажет. Мясная и молочная продукция, индюшиные яйца, свежее мясо. Покупатели оценили товары местных производителей. Случайно увидели вот эту ярмарку и пришли попробовать продукцию, которую, ну, здесь местные производители. До этого мы уже молочную продукцию кушали, нам очень понравилось. Кушали овощи свежие, как с грядочки, тоже очень понравилась. Качественная продукция. Теперь решили вот попробовать мясную, сосиски, сардельки. Для нас это все новое, интересно, познавательно. Денис Задоркин привез на продажу бочковые соленья, приготовленные отцом по семейному рецепту. Глядя на мочуные яблоки, квашеную капусту да с маринованными огурчиками, сразу просыпается аппетит. Рядом яблоки свежие. Яблоки уже взяли на пробу местных, кубанских. Попробуем сегодня. На ярмарке можно не только купить разносолов к новогоднему столу, но и получить заряд хорошего настроения и бодрости. Евгений Козлов, руководитель гончарной мастерской, тут же изготовил знаменитого кубанского соловья с логотипом нашей телекомпании. Раз, два, горь не беда, а Казакова поход идет. Символ наступающего года в самых разных вариациях. Проходя мимо, решила пройтись по улице Горького. И вижу тут такая красота, вы знаете, столько разнообразных товаров. Я до того рада. Уже много купила. Купила меду, купила там конфет. Но еще планирую очень много купить, но это не... вот пройдусь туда и потом назад. Знаете, как на всякой ярмарке, надо погулять. Вообще разнообразие очень большое, я очень довольна. Знаете, не заходя никуда, на свежем воздухе, приобрела очень много товаров. На ярмарочных рядах можно найти новогодние украшения, шары, гирлянды и даже елки. Большое разнообразие оригинальных подарков. Праздничное настроение покупателям гарантировано. Вежливые приветливые продавцы и приятные новогодние цены. Продолжаем ежедневную рубрику с наступающим Новым годом. Каким запомнился уходящий год, рассказывают известные люди в Анапе и далеко за пределами. Этот год был сложный, было тяжело в плане, было много различных мероприятий, различной направленности. На данный момент мы сохранили свои лидирующие позиции по итогам 11 месяцев за этот год. Именно в нашем основном направлении это патриотическая работа, допризывная подготовка молодежи. В этом году у нас получилось больше ребят, молодежи привлечь к занятиям молодежным туризмом, так сказать, активный отдых. Ну, так сказать, привлечь ребят к занятию активным отдыхом. Это выходы на природу, велотуризм, пеший туризм. Вот такая альтернатива гуляния по пляжу, просто ходить отдыхать, а заниматься больше своим здоровьем и здоровым образом жизни. Конечно же, хотелось поздравить жителей нашего города с наступающим Новым годом, пожелать им счастья в следующем году. И поздравить молодежь нашего города. Мы молодые, мы будущее нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok Атмосферное давление чуть выше нормы. 765 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 7 градусов. Далее блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Випарт» в торговом центре «Алиса». Поступила новая коллекция одежды к Новому году. Платья вечерние и на каждый день. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Продаются двухкомнатные квартиры в жилом комплексе «Солнечный», расположенном в курортной зоне города-курорта «Анапа» в непосредственной близости от моря в тихом и спокойном месте. Компактные и удобные планировки квартир. Благоустроенная дворовая территория. Уникальное соотношение цены и качества строительства. Пионерский проспект 255-2. Телефоны 48300 и 48333. Партнер программы новости – магазин «Випарт». Нам, женщинам, надо так мало для счастья. Теплое слово, ласковый взгляд и новое платье. Модная верхняя, деловая и вечерняя женская одежда в магазине «Випарт». Теперь мы по новому адресу. «Анапа», торгово-развлекательный центр «Алиса», первый этаж. «Випарт» – клуб настоящих модниц. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА